Слово про Макарадзе. В конце вы все на пробку, пожалуйста. Олег Кишин. Я бы хотел тебе рассказать про то, что есть сайт Макарадзе. Я думаю, что все о нем уже знают. Это бостонский сайт. И там размещены все лекции в Макарадзе. Я просто хотел спросить у преданных, у кого нет возможности к интернету, у кого нет доступа к интернету. Можете понять? Ну, достаточно много, наверное. На самом деле. При том, что еще много приехали на весы. Ну, там много не будут говорить и о том сайт Макарадзе. Я думаю, все о нем знаете. Макарадзе выкладывают свою информацию постоянно о поездках. Ну, много какая-либо там информация. Последние лекции все тоже там появляются. Вот. Я просто туда расскажу, что есть для преданных, у кого нет интернета. Просто сейчас, вообще-то, вот этот стандарт, который я сейчас хочу вам рассказать, он разрабатывался специально для интернета и для архива. Вот. То есть, архив в Макарадзе, лекции. Сейчас эти лекции помещаются всего на двух дисках. А этот стандарт называется BlueRay. Наверное, вы слышали, что есть такой стандарт? В общем, один диск, он помещает в себя 25 гигабайт. Вот. Здесь два диска под 25 гигабайт. Здесь все лекции грунт-карадра. Вот. Причем сейчас степень стоимости этого стандарта Респутбала. Вот. Такой комплект со всеми лекциями грунт-карадра будет стоить 5 долларов. Но сразу хочу подтвердить, что для того, чтобы проигрывать BlueRay, нужен специальный синдром. Вот. Сейчас эти цены тоже, они приравнялись к синдромам 9. То есть они почти не отвечают по цене. Ну, немножко там дороже. То есть, чтобы прослушать лекции, вот, нужно ценировать. Вот. Вот. Теперь, например, все, 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 все. Ну, ничего. Хорошо. 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 Хотел еще попросить... Сейчас в Макарашине многое нет здесь. Ну, в тех местах, где Махрад бывает, вредные записывают лекции, вот, и не всегда они попадают в ТЭП-министры, вот, и хотел бы попросить тех, кто записывает эти лекции в Минске, где-то еще, да, в том же Киеве, ну, таким образом, чтобы видео, аудио передавали для Махрада, или можно мне на сайте, ну, и на сайте, на почтовый ящик. Вот, еще хотел сказать, что, вот, хотел просто поблагодарить, как раз, Вашнам Раму, который, и вообще вся его группа, киевская экспертная, эксперт-министры, вот, они нашли 200 лекций, которых нигде нет. Ну, в общем-то, у меня все, как и вечно. Матер-жиран, чтобы приездить. Или, конечно, преданные, которые занимаются трансляцией, подойдите, пожалуйста, к сцене, нужно убрать аппаратуру. Я хотел, я бы хотела сидеть, но, говорят, что лучше стоит, чтобы меня сидеть и держать. Так, чтобы немножко было ядро, я из московской ядры. В течение последних десяти лет я готова, Махарджа, по-моему, взглянуть. Ну, на основе это будет, как бы меня и мастер-жиран рассказать. Рыжана попросила, чтобы все было там, фактно, в течение пяти минут, так что я постараюсь как-то более кратко, чтобы рассказать. История начала двух тысяч, начала двух тысяч головок. Ты не поможешь, в шагах, когда в 12-махараджи объявили? Нет, на беговой у нас у Матхурики не попросили. Не поможешь, ты помогал мне, нет? В тот приезд как-то так и случилось, это было как-то между фестивалем, я уже не помню конкретно. Но собрались 12 человек, они собирались очень долго. Махараджи сначала сказал мне, что могут обедать только четыре человека. Ну и ближе, так как обед, начались такие разные ливы. То машина там подъехала, с махараджами прямо из-под, около подъезда развернулась, уехала обратно. И в осветной ситуации, пока махараджи координировал, кто приедет к нему обедать, кто не приедет, Сависач прямо все время прибегал к нему на кухню, говорил, там через полчаса, вот, там, четыре человека, потом через пять минут, он говорил, будут обедать восемь чая, а потом еще через пять минут, он говорил, обедать двенадцать человек. Естественно, так как ответственность ложилась на нас, но можно этих людей всех накармливать, этих личностей, то мы немножко напряглись, и чуть-чуть на него намыхали. Ну, шел к нему гаражик, жаловался. Ну, гаражик шел, и стал нам очень легко объяснять. Я это рассказываю потому, что в этом рассказе показать, как махарадж заботится о своих братьях, как там служит, и как он применяет разные методы для того, чтобы воспитывать нас, своих учеников. Это, он проявляет себя иногда таким удивительным образом, неожиданным таким. Он пришел к нам на кухню и стал нам объяснять, почему Сависачи приходит и каждый раз говорит нам разную информацию. И он так смиренно стал, просто стал рассказывать все так подробно, замечающие подробности, что вот там, тот махарадж ему позвонил, сказал ему это, он попросил Сависачи сказать нам то. Потом тот махарадж перезвонил, сказал ему другую. И он стал вот так рассказывать, как он это все рассказывает, но это становилось все стыднее и стыднее, потому что, ну, как бы, ну, гаражик заставил махарадж оправдываться, что ли, перед нами. И он, в конце концов, как бы, мы его успокоили, что мы уже все поняли. И ему гараж сказал одну такую важную вещь, что вы не должны на Сависачи, как бы, злиться, что он несет вам эту информацию, потому что он всего лишь посланник. Я ему говорю, а он передает, и он тут ни при чем. Ну, какой-то один из моментов того, что мы должны анализировать, когда до нас доходит какая-то информация, почему она в этой форме. Не реагировать просто внешне, на внешние факторы, а просто анализировать и быть сосредоточенными на какую-то цель, из которой исходят все эти моменты. В конечном итоге собрались и махараджи, как потом махарадж сказал, что в таком количестве, даже на GBC, он не припомнит, что они в таком количестве собирались, чтобы было двенадцать человек. Все было очень сложно, потому что, ну, как, ну, если кто-то готовил, то можно себе представить, когда вы, там, имеете продукты, это такое количество человек, там, еще плитка такая электрическая, что не всегда работала как надо. И, в общем, как-то ситуация была очень сложная. Продукты приходилось закупать прямо на ходу, какие-то из предных веков, кто-то звонил ученикам этих махараджей, спрашивая у них о диете. И махарадж пришел на ход и сказал, «Ваша задача в том, чтобы в каждом из этих махараджей было то блюдо, которое им полагается по диете». Он спросил, «Да, как махарадж это сделал?» Он сказал, «Не знаю». И, в общем, так вот Махарадж проявил какой-то мистический момент. На самом деле, когда ранее предные рассказы у меня о развитых мистических способностях к махараджу, я слышала с интересом, но лично никогда с этим не сталкивалась. Но в тот момент я почувствовала это, потому что невозможно было там за полчаса приготовить, как бы еще для восьми человек, диете и все такое. Но не буду деталей рассказывать, там было очень много чего. Закончилось это всем тем, что каждый из махараджей смог получить свое блюдо по диете и еще все остальное, что мы там готовили. Из всех тех махараджей, которые присутствовали, они все в СНГ проповедуют, кроме бактичарного махараджа. Бактичарный махарадж планировал обедать в храме, потому что Господин Махарадж планировал ему приготовить там обед, пара нам объяснили, что он никогда не ест то, что готовит маточку. Но они как-то его уболтали, и он пришел на обед. Он пришел с каким-то своим рисом, мы на ходу этот рис там готовили, и что-то там еще к этому рису, овощи какие-то. И Махарадж не дал нам время, но он сказал, вот они заходят, мы другие, они садятся, и мы должны уже все подавать. Мы, ну, я очень долго после этого анализировала, я разговаривала с Матхорикой, там, с другим, трендный Сависач, мы так и не поняли до конца, как это вообще могло произойти за такой короткий срок, но всем понятно, по милости, кого это происходит. И когда Махарадж там уже с ними обедал, и они там общались очень так бурно, там такие были шутки, смехи, Сависача там имела возможность им служить, сполдовать, и подслушивала все то, о чем они там говорили, потом приходила и проливала, но слилась, о чем они там все общаются. В конечном итоге, но как Махарадж сделал в этой ситуации? Он приходил на комнату и все время спрашивал, а вот для этого Махараджа у вас уже шеется, для этого уже все есть. И он как пионер бегал и все время переживал, он так служил своим. Вообще, это самый важный фактор вдохновительный для меня в комнатной жизни, это вот лично вообще Махараджа своим братьям Боги. Когда я это вижу, это меня очень вдохновляет, сильно очень. Уже там такие чувства, такие взаимоотношения, которые искусственно невозможны, в принципе. как-то проявлять. Он очень сильно переживал и заботился, и сам иногда что-то носил там. В конечном итоге, когда они пообедали уже, и Махарадж провел всех, и пришел на кухню, и просто у него было такое глубокое чувство благодарности, он просто сказал, спасибо вам огромное, за то, что вы так сильно заботились о моих духовных братьях. Как он говорил, это чуть ли не знаете, с такими эмоциями, как человек, который хочет заплатить. Вообще не было искусственным. И так же Санисач после всей этой истории пришел и рассказал нам о том, что, когда Махарадж там съедал с Бахтичаром Махараджа сидел рядом, и после того, как Бахтичаром Махараджа покушал, он ему сказал, это то, как Махарадж ценит, это я не в пахольбу себе или вреду, которые мне помогали, а как Махарадж ценит служить своих учеников. Он сказал, ну как тебе этот красавчик нравился, Бахтичаром Махарадж сказал, ну да, хороший красавчик, Махарадж сказал ему, ты всегда сюда приходи, обидел, тебе тут всегда сделают все, что ты захочешь. Ну, вначале вот история, когда у нас в Махараджа, на Махараджу пришлось объяснить все, когда Махарадж нам сообщил, что будет 12 человек, Махарадж послал Махараджа на Махараджа, и говорит ему, иди, скажи ему, что будет 12 человек, только возьми какую-нибудь крышку вместо щита, потому что там три забазиренные женщины стоят. В общем, как-то вот он в шутливой форме, с одной стороны он как бы побучает, с другой стороны он поливает, вот такой вот определенную милость. Это одна из этих историй, я хотела еще одну короткую рассказать, если позвольте, но я возьму. Махарадж присел из Америки, у него была такая, строгая очень диета, новая, и прямо в день приезда нам прислали эту диету, у Алла Сама, и мы с Алисачи там полчаса отняли Махараджу, чтобы понять вообще, что это диета. И у Махараджа с собой были два бутерброда, которые вокруг этих двух бутербродов. Эти бутерброды были с козьим сыром, то, чего в наличии в тот день у нас не было, потому что Махарадж в тот момент не ел никаких малышных продуктов. И когда Махарадж вечером уже лег, я там добиралась на кухню, и Са Саачи пришел с этими двумя бутербродами, которые Махарадж с собой привез из Америки, и говорит, «Давай, давайте мы с вами съедим эти бутерброды, потому что Махарадж все равно, когда он ест то, что с собой привозит». Я так на него посмотрела, поанализировала сразу, у меня нет ни молока, у меня нет никакого козьего панира, и почему Махарадж, когда прилетает из таких поясов, он какое-то время, пока адаптируется, иногда может ночью кушать и все такое. И так оно и случилось. Я сказала, «Ты хочешь, ты съешь свой бутерброд, я свой не буду кушать, я его доставлю в холодильник на всякий случай». Утром я прихожусь, и Саача не смотрит на меня такими глазами, я сразу поняла, что случилось, и даже догадалась, что. Мне рассказала, я спросился в 2 часа ночи, разбудила меня, сказала, «Я хочу кушать». Ну, все, открыл холодильник, взяла этот бутерброд, пошел, подогрела его, взяла ему чай, и подавала ему макараж, спокойно там попил, съела этот бутерброд, и кричит, «Лейся, Саача!» пришел, он говорит, «А где здоровье?» И Саача сказал, что он готов просто провалиться сквозь земли, и он знает, что макараж не любит, когда оправдывается, но так как макараж спросил, он был вынужден ответить, и сказал, «Я его съел». Макараж спрашивает, «Почему?» Он сказал, «Ну, я бы думала, что вы никогда ничего не едите, из того, что с собой привозите». Так я понаблюдал, и я был глупым, и решил сесть. Как бы это первая часть истории, он на этом закончен, но с очень макаражей жил в Твери, это под Москвой, рядом городок, где там есть такая замахата, крайне где раньше была, с индустами там. Мы раньше поехали туда, лекцию далась. Я ему торопа приготовила просад, потому что я не знала, что там будут готовить, не будут, так вроде у него была строгая диета, я там пыталась, что ты его приготовишь, чтобы он был, чтобы он был кошек. И второй пакет, приготовил для преданных, там их было три человека. Они сели в машину и поехали. Когда вернулись, и Сачи рассказывали, они сели в машину, и у кого-то из них троих были эти два пакета в руках. Макараж повернулся, спрашивает, что это? Они говорят, «Ну, вот это ваш курс, а это наш курс». Макараж взял то, что их не просад, посмотрел там, и сказал, «Это мое, вот то вы будете кошек». Они были очень так поражены, в характере вам же это, он так повернулся, сказал, «То, что принадлежит вам, я могу взять без спроса, но то, что принадлежит мне, вы без спроса взять не можете». Так что каждый может задуматься, что он хорошо этим хотел сказать. Спасибо большое, извините, попросили перейти микрофон, поставили в сторону. Здесь идет разборка сына, чтобы вы не помешали. И, конечно же, и спирали, и предлагали понять, и всем вам кушалом Карабе, одна из них просто, когда мы там всем поделимся, девочки, и вот здесь, и я confidence в реализме. Одного лета хотелось бы доказать, чтобы не раз знал. Я ему сказал, что ты знаешь, ты посмотри на свою жизнь. Немножко книж, и не так достаточно с удовольствием. Я могу его научить. Он ему огораживает. Его я настроил передачу. Он ему огораживает целую жизнь и разобраться с тобой. Ну, о твоей жизни поговорить. Не до конца ты как-то предаешься. Он слишком серьезный. Это воскресенье он такое. И Махараджи сказал, что вы Махараджи. Если ты понимаешь, я так много книг, рассмотрю, а хочет вас удовольствием. Просто золото это человек. И когда он зашел, он упал на дамах. Пред Махараджи поднимается и говорит, Гуру Махараджи, благословите, я хочу чинить, я с утра, для конца этой жизни. Махараджи написал много. А почему на конца этой жизни? Это же мы же получаем. Я это получил. Предыдущих отчаянных, те учителя. Предыдущих отчаянных. Это же вечность будет. Как это ты можешь ожерниться только этой жизни? Служение такое только на свою жизнь. Служение. И он такой сделал неожиданным, игрового события. И Махараджи очень доволен, объяснение дал. Чтобы было свое время. И потом, когда он уже вышел, по заслое не получил, и Махараджи говорит, сидит и говорит, а есть тут еще какой-нибудь такой ученик? Так было, что не было. Подождаешься за какого-то ученика. И еще одна из мая, конечно, а у пристрастия нас в Санкт-Петербурге. Нет, что-то очень. У сана очень пристрастия. На катаке, чтобы кого-то любить, ему надо зашло. И если бы не любить, то тоже не зашло. Вот. Но старая катакон в Чечне. И у Ататарии, мы только в 90-е годах помогали. Это было очень светлое. И с Литвы. И с любой возил. И приводил лекции. Но вот так происходит, что в течение времени мы уже по-черкнусь коррективы. С служениями. Но отношениями. С служениями. Вечно, если мы кому-то слушаем, нужно развивать отношения. И когда мы ехали в Махараджи, Литву он вспомнил в одной загороди. И мы с ним смогли связаться. И сказать, что приедем, он приедем в Махараджи, он приедем в Махараджи. Он приедем в Махараджи. И когда мы приехали к нему, он очень чужой, интеллигентный человек сам по себе. Но они, наверное, супруги готовы к обеду. И когда приезжали к обеду, он уже как бы во мне дошли в Махараджи к событиям. Да. А там только так нацелялась морковочка, что-то так еще. Ну, делали не спеша, вообще ничего. Это не было. И Махараджи тихонько посмотрел, говорит, у нас там что-то в машине есть. Проманку развестили, все приняли. Он остался там ночевать, даже не потом. И нужно, чтобы не потревожить людей, дискомфортный кистиник. Вот. Он так тихонечко просто ездит, там что-то привезти. Вот. А мы тем временем, готовился обед. Пока готовился обед, поставилось лимон какое-то, там, ну, умирает последний. И там, как я выиграл, но с акуферой, ну, это ж Европа там, хорошая пушка. Я, например, говорю, а это, ну, может, тебе еще чуть-чуть там Махараджи обучается, там, на компьютерах. А отношения очень простые. Так. Махарадж, как там, не слишком громко? Да длиннее, нормально все слушайте. Мне говорят, хорошо. И он такой, деликатный, обстановку создал, но полного комфорта, для пледа. Ну, для пледа. Вот. И когда они не готовились, я же говорил, вот, должно быть, диет, Махараджи, вы, может, что-то знаете. Вот что у нас есть, пить, и готовить, так сказать, Махараджи, да куда надо. Конечно, никакой сидеть. И когда все на этот стол кушаются, я Махараджи говорю, ну, Махараджи, ну, ничего нельзя, ничего нельзя здесь. А он так, ну, тихонько пока нет, не слышит, он говорит, ну что ж, утром, я за это заплачу. Махараджи заплачу, заплачу и заплачу. И он покушал, а потом пошли гулять в парке, выиграли на машине, и, ну, Махараджи, когда проводил беседы, ну, может, мы все знали, впереди нас идут, о чем-то беседы, в компанию походили, вот, вернулись назад, и этот ответ мне, он говорит, ну, эээ, как-то мы с Кимич Пайпером в этом, его водительство, его хорошо, все образователи, я знаю, я раньше, ну, все взял, все делал, но сейчас, у меня и учеба, и работа, и все равно, ну, как бы сам себя оправдывая, говорит, все равно я что-то не буду махать, так как тут батареат, жега, ну, что я могу сделать? И, мы приехали, прошло как-то месяц, вот, а на утро, на утро, на утро, этот ответ был, с мешочками, жаркой, и, и, вот, я тоже могу радовать, что, вот, что, ничего, ни в вину не ставит, никак, человек не создал, ни в каких, ни в долг, но так, моё сердечное отношение, оно привело, где он все равно взял, все равно, значит, повторяю, что это может быть, вот, а еще, история такая маленькая, вот, интересно, ну, когда вот за годы, сколько знаешь, Махараджи, хочется, решение, какого-то, преднимать, какого-то, с него отрезал, и выплесил, если что-то, не мешает, но в жизни, так, Махараджи, ничего не приходит, всегда, всем есть место, вот, ну, царство с Богом, никого не выгодишь, правильно, как это, и, в служении, порой, кто-то больше служит, меньше, правильно, неправильно, но, не происходило никаких решений, чтобы Махараджи, тогда, надо, провести какие-то границы, поделить все, какой-то формат, значит, за бортом, как-то все остаются, найдем свои, при объявлении, само качество, сложно, думаешь, как надо, уже принимать решения, и это не происходит, и вот, тогда же, как Махараджи сказал, о своем восприятии, при этом, и говорить, конечно, может быть, из-за того, что я так, ну, не скажешь, это наивность, но очень большая вера, я, оптимистичнее в этом, в своей вере, и, если видишь человека, ну, такое правило, что, из 100%, вот, 99%, он, ну, вообще, все неправильно делает, при этом служение, с приятными, ну, вообще, все, но, вот, один процент, что-то, вот, умновение, что-то, вот, если какая-то, дискратная, ну, что-то, одно делю, из 100, вот, одно, и вот это то, что один процент делает его на 100%, квалифицированным, чтобы он продолжал заниматься служением, вот, и это интересно, потому что, вот, когда слушаешь Абилия, как духовный учитель, она полностью проявит, мне кажется, что шансов нет, ну, на человека, а духовный учитель способен рассмотреть шанс, один, не сделает человека 100%, квалифицированным, ну, конечно, могли видеть, или там, во всем, поэтому, такая необычность, она является, я думаю, темно, например, еще, до каждого из нас, Олег Кричнев. Есть, Материан, на 10, откуда? А, пожалуйста, пожалуйста. Харик Кришна, дорогие пленные, честно говоря, мне просто попросили, и я думаю, что у вас меньше реализации, чем у меня, но я думаю, у каждого есть реализации, которые, все дороги на самом деле, и мы все глубже и глубже с течением времени понимаем вас. Третье маленькие расскажу, одна связанная прям с формой характера, вторая с его лекцией. на втором местном фестивале, как он я был, я подошла к форум-фрацу, и там много, много верных было, если помните, там такое окно было, он заходил, и учился, да, но мы там подавали книжки, вот подписывали, и когда я ошиблась, что он мне теперь подписал, он думал, да, то он спрашивает, а чья это? А я думаю, ему интересно, но все равно, ну, он выглядел так, посмотрел на меня, я думаю, ну, что на меня смотреть, что там можно увидеть, что хорошо у меня будет. И через полгода меня, и он написал пушку, я думаю, интересно, что он там написал, меня там вредные не привели, он написал, как часто пишут, и как-то я к этому очень неперсонально подошла. И я думаю, что он, и через полгода, когда мы в тишинёре справляли, после Евгелия Сапучи, после Евгелия Сапучи, меня ценила. Так что, Господи, это ясно, с моей реалистической точки зрения, я думаю, что он всем это пишет. И как-то я к этому очень неперсонально подошла. А потом я поняла, что это правда, что, действительно, Гуру Махарадж является всем пожелательным, к настоящему, и лично моим тоже. А вторая история была летом этим. Я читала, слушала лекцию Гуру Махараджа за 1992 год, и через два дня случается ситуация. Я вспоминаю оставление Махараджа, которое было в этой лекции, и делаю так, как он сказал. И всё, благополучно, разрешается. Ситуация не была какая-то, как я думала, ничего особо важного, но вот я была так удовлетворена, что я посудила, как сказал Махарадж, что сегодня прекрасно получилось. И через некоторое время я стала понимать, что ситуация была вроде бы с натуральной точки зрения простая, а с точки зрения духовной это был какой-то поворот в моей жизни. Я подумала, восемнадцать с лишним лет назад Махарадж ждал этого наставления. Восемнадцать лет это наставление работало для каждого премьерного, который я почитал. И через восемнадцать лет я почитала, и для меня сработало. И еще не знаю, сколько людей будет это читать, и для них это будет сработало. То есть я поняла, если вы не понимаете, что такое трансцендентное знание, оно не имеет времени. Оно всегда... То есть я не только поняла, что такое трансцендентное знание, но я и поняла, что наш Махарадж он удивительнейшая личность. То есть я думала, что он как простой человек, да, но его наставления более поздние, лучше, чем те, которые были раньше. Но вот в этот момент я поняла, трансцендентное знание в том, и проявляется, что оно не имеет возраста. В девятнадцать лет назад Гуру Махарадж давал трансцендентное знание, и сейчас он дает трансцендентное знание. И только от нас зависит, насколько мы можем взять это. Мало того, это знание открывается. Я когда письмо учеников читаю, то в последнее время воспринимаюсь, что там не говорится. То есть в одной манадже Махарадж написал, что я всегда нахожусь в форме своих других слов. Я стала понимать, что не рядом со мной он тоже всегда находится. Харибелизм, я прошу прощения. Махарадж А мы это называемая, да? Нет. Спасибо. 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 В общем, раздавал и раздавал вот уже в нем сильнее. И она начала спроситься, что, «Я же больше не могу». А если раз получила… И опять лезвую ногу протянула, а я на работы с dileых сидела, он смотрит на меня, говорит, «Я встал, а я в концуhe were, поэтому он вас foolsки снегу». И он все-таки положил меня. Но подяла это тоже наград quelqu'я. А потом не дошло, как я сиделела на духовном учителе, представляете? Боже мой, я так проявляла это сердце, такой стыд, что просто не передать. Несколько суток я не сидела, я не спать не могла ничего делать. Такое сильное впечатление. Боже, как я сидела, ужасно. Духовный учитель просился. А я просто молю эмоцию, как дерево свое, не совершенно не воспринимаю просьбу мою. Он просто молится, смотрит ко мне, а я не молится. А я не молю, давайте, служите. Потом пришли записывать письмо. У меня действительно эта ситуация почему так произошло. Я поняла. Разве я просила привязанности к духовному учителю? Так вот эта ситуация, она, правда, была создана для того, чтобы вот и предприязанность усиливаться. Потому что такая медитация была несколько суток сумасшедшая. И сейчас перебивает. Харимичным приносить его и бал. Спасибо. Санкт-Петербург, право. И, пожалуйста, матроса не лакантка приятность, чтобы готовиться. Харимичным приносить. Харимичным приносить. Моей истории много, но попробую рассказать о том. Одна из них произошла в Литве. Дело в том, что часто духовному учителю приходится проявлять такие качества, как терпения и изменения. И вот ситуация следующая. Горбо-хаража приезжает в Литву. И молодые, фактически преданные, доставляются нам, чтобы взять комплект отец для горбо-хаража старый. Постирать его, погладить. И затем предоставить горбо-хаража ему сочистское измерение. Им предоставилась такая возможность. Они постирали, погладили, но когда гладили, были в определенной их страсти. И не заметили на то, как они гладили, на что подлеглись. Но, поставленный тюк, горда прошлась. Обозвалась тюк. Преданные были в шоке. Можете себе представить на месте эти предыдуки. Как сообщить об этом духовному учителю? Тем более, у духовного учителя только два комплекта одежды. Только один на смену. Что делать? Думали, гадали, волновались, читали мангу. Могили к божествам. И тут осенило эти мотивы. Нужно обратиться к старшей шляпи. Очень хорошие люди, знаете, да? Когда мы попадаем в какой-то период, возникает проблема, сложная ситуация, всегда есть возможность подойти к старшему. И как-то попросить какой-то совет. Потому что старший, он такой старший. У них разного больше, они видевшие, лучше понимание. Их опыт, что немалово. Молодые преданные прибежали к старшему и сообщили о ситуации. И так, и так. Прошли куру, куру, махараджи. Как сообщить ему об этой ситуации? Те тоже начали думать. Молиться божествам, читать мангу. Конечно, в итоге пришла гениальная мысль. Как это все представить? Они попросили преданных младших не беспокоиться. И сами вызвались для того, чтобы прийти к куру, махараджи и сообщить им об этой новости. Когда они постучали в его дверь, зашли в комнату и сказали, куру, махараджи, хотели бы вам кое-что сказать. У нас есть две новости. Одна плохая, а вторая хорошая. С какой начинается? Духовный учитель немножко поднапрягся и предложил. Ну, давайте с плохой начинаем. Вы знаете, куру, махараджи, вот ваши ученые идеи, энтузиасты старались, но, к сожалению, не переставались. Куртуку прожгли. Образовалось не только. И это все. Ну, это все. Ну, а какая хорошая. Куру, махараджи, с тхоти все нормально. Такая интересная история. Духовный учитель часто приходится терпеть разные выпадки, личников, их особый энтузиазм, рождение. Еще одна история была у нас в Беларуси. Куру, махарадж приехал с Москвой на машине, и водителем на этой машине был московский предан, и наш духовный брат. И за время путешествия с духовным учителем немножко возгордился. Часто происходит такая ситуация, когда ты приближен к духовному учителю, в какой-то момент начинаешь думать о себе, как об особо продвинутом, особо приближенном, особо избранном, да? И такая же ситуация произошла с нашим братом. В какой-то момент так возгордился, что когда подъезжал к очередному храму, подвозя духовного учителя, грудь его была на распах, он свысока смотрел на других, и думал, что все будут оценивать его и так далее. Входил в храм с развернутыми плечами, ожидая почтения, внимания и так далее. Просто на основе того, что он личный возитель духовного учителя. Духовного учителя очень уникальна, когда кто-то из учеников или его последователь не кажется. Поэтому в какой-то момент, если гордость немножко засталивает, Гурмахадашин начинает проводить обучающую работу. И когда после этой лекции Гурмахадашин сел в машину, Вдруг был Гурм, как прямо в машине, произвел. Ну так что, едет так же, да? И кто же нас сегодня повезет? Гурмахадашин спросил другого ученика. Водитель, который сидел рядом, он был удивлен, потому что столкнул у него вопрос. Как кто? Понятно, что я. Я же лучший водитель, я личный приближенный ученик, я ваш личный водитель в Духу. И он так с возмущением посмотрел с удивлением на духовный учителя и сказал, «Как кто, Гурмахадашин? Я повезу!» Гурмахадашин посмотрел на него, «Кто ты?» Тот при этом не удивился, что в этот момент он как-то провалился и готов был проводиться сквозь землю. То есть просто каким-то жестом, какой-то лимикой, только он очень ждал понять, что ты, будучи для этого моего личного водителя, не являешься каким-то великим, каким-то особенным, каким-то более значимым, чем все остальные. То есть так его поставил на место, спустил с небес на землю, что тот понял, что только по милости Кришны и Духовного Учителя ему выпала такая возможность и привилегия просто подвозить Духовного Учителя. Так Духовный Учитель действует по отношению к своим ученикам. Однажды была одна общетная история. После лекции по сумакарватам в Минске Духовный Учитель сел в машину, вместе с нашим региональным секретарем. И когда они отъехали от храма по направлению квартиры, Духовный Учитель обратился к своему ученику, региональному секретарю, региону Неварусь, и спросил у него, слушай, дорогой, я хотел бы узнать, как сегодня моя лекция. Нормальная была? Не слишком философская? Мы знаем, что Гурмахараш, когда читает лекции, он зачастую практически никогда нет каких-то сентиментов, то есть все строго, все по существу, все в глубину, все по сути, да? И поскольку атмосфера была действительно очень серьезная, и кто-то из предателей сидящих в алтарной комнате потихонечку начинали засыпать, Гурмахараш по всей видимости сделал вывод, что лекция была, видимо, слишком философской, слишком такой крышноизированной, глубокой, поэтому решил спросить мнение своего ученика. Как сегодня моя лекция? Не слишком философская? – сказал он. – Нет, Гурмахараш, лекция была то, что надо, все было здорово, все было как раз то, что надо, все было грешнее. Гурмахар сказал – нет, я чувствую, что лекция была все-таки немного философской, Но не слишком ли она философская была? Да нет, было хорошо, да все было хорошо, да все понравилось, все было нормально, но такое удовлетворение получили. На что Горбухарас сказал, ты знаешь, если я не буду говорить о Кришне, то как тогда мои ученики и последователи будут говорить о Кришне? Какой пример, откуда они будут брать, если я и в Духовном учитель не буду прямо в лесу, по суще всего, Гавриев, и в Духовном учительстве Бога? Я должен показать этот пример. И я не могу не говорить о Кришне, потому что я прекрасно понимал. Так, если в Духовном учитель больше, еще что-то есть в Духовном учитель? Он был в Духовном учительстве, со своими проблемами, со своими вопросами. И во время общения он спросил меня, слушай, а где вот такой-то преданный, который регулярно приходил во время моего визита в город Минск, на мои лица? Я его почему-то не вижу. И в какой-то момент Горбухарас признался. У меня, Гавриев, есть официальная, своя, особая система наблюдения. Когда я приезжаю в Кодовиной храм и сошусь на Исасану, я сразу же, взглядом, окинуваю руку в детскую. И замечаю, кто находится в этом детской. Если кого-то нету, кто-то отсутствует, Горбухарас обязательно потом спрашивает. Либо у президента храма, либо у оригинального секретаря. А где вот этот и вот этот преданный? Настолько личностный подход. То же самое произошло в этот раз. Горбухарас не увидел одного преданного, сидящего, среди не сидящего в детской. И он спросил, где этот преданный? Я немножко подтупился, но, поскольку скрывать ничего нельзя, сказал все, как есть. Знаете, Горбухарас этот преданный сейчас ушел в христианство. Как ушел? Почему? Почему такое падение? Почему такой секунд? Результат чего? Вот. И у него, знаете, Горбухарас, несколько лет назад, будучи преданным Искона, он перешел в другую параллельную организацию, принял там посвящение. Но вот буквально недавно мы узнали о том, что он сейчас вообще покинул даже какую-то организацию. Ушел в христианство. Как? Почему? Везде же столько вкуса, столько нектара. В чем здесь не надо? И тут я признал это. Со слов того преданного, с которым тесно общался. Я сказал, Горбухарас, вы знаете, этот преданный неоднократно мне признавался о том, что в той параллельной организации, куда он ушел, иногда доносилась кризика международного общества и Кришни, преданного Искона и Ширипруппада. Когда Горбухарас слышал о критике, в Адрес Ширипруппада, это надо было видеть, ворожение писал, «Ширипруппада, критика в его Адресе!» Зы-зы-зы-зы в этом! Он отнесил руки и сразу развернул тему. Но тем самым дал понять, что духовная жизнь очень серьезная вещь. И в Адрес Ширипруппаде, в Адресе преданных, в особенности такого особенного, как Ширипруппада, не проходит без следа. Ну и в подложении этого даршина, я как бы признался, открыл свое сердце, сказал, что имею обиду на свою духовную ученщину. Эта обида некоторое время была в моем сердце, и я просто открыл свою духовную ученщину к своему, а ученщину к своему обслуживанию. Горбухарас, знайте, я на вас обиду. И, честно говоря, я даже не хотел приходить на ваши лекции, потому что мне кажется, что я вам уже не дорого, вы меня не любите и делал мне выжить. Когда он вдруг охрань посмотрел на меня, так удивился, говорит, чего ты это взял? И вы думаете, раньше как-то вы чаще улыбались, как-то на меня чаще смотрели, да? То есть, видите, наша математистичная оценка устраивается таким образом, что со своей колокольной вы пели духовную сферу, тем более поведение, настроение и отношение к духовному члену. Мне показалось, что если меньше взглядов, меньше улыбок, гуру меня не любят. Но Горбухарас еще что-то расселся и сказал, если бы ты знал, как я люблю не только тебя, а всех своих учеников, я в них пребываю, если бы ты знал, сколько я больнусь, если бы ты знал, сколько я у себя преподаю, для того, чтобы помочь людям в духовной жизни. Так что успокойся, заслабка, выкинь сюда, через свои глупые головы и продолжаем пропадать эти службы в духовной дичьей субботы. Вот таковы несколько историй. Стоили много, но извиняюсь, тут есть еще другие участники. Большое спасибо. Всего не рады, что с вами было рады. Я рады. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Как у гора Махарайджа, иногда соседет времени, а иногда было много для кого. На самом деле все его время принадлежат нам. Вот я вспомнила самый первый долгий дакшин был тогда, когда я еще не понимала, насколько гору погружен, трансцендентное. И иногда опускали наш уровень, чтобы мы могли прочувствовать его близость, что он нам очень дорог. Все предыдущие ученики этот факт подтверждают. Хотя я хочу рассказать из-за таких моментов, как у гора Махарайджа, нет на нас своей линии, почему-то нет. Первый раз это было тогда, когда все читают, гора Махарай болел, есть инфид вылечить, есть хитрый одежда, я не собираюсь помогать, потому что я знала, что у него такие лекаря, такие доктора, такие у него лекари, куда выбраться. Но я даже не выйдет в гора Махарайджу. У меня для вас в прошлом месяце, я займу вашу школу 3 минуты, нет, это 2,5 минуты, это было в Одессе. И на следующее утро я вам принесла, потому что я говорил, он мне говорит, у вас всего 3 минуты, я туда, Гурма Харш, у меня 3 минуты, человек говорит, она врачая и возит летать. Пытался перейти, но поскольку у меня всего 3 минуты времени и не умеет это время учитывать, я человек говорит, без перевода, Гурма Харш, слушай, так говорит, что вы говорите. Когда я ему что-то сказал, он что-то сказал, типа спасибо, я не знаю что, я понимала, что это мое желание, что-то для него сделать, и он принял, это мое желание, что-то для него сделать. Хотя раз там для него, для него это не надо было. И потом он что-то хотел спросить и сказать, и вдруг я вам памятник, Гурма Харш, вольное, это и стекло. Очень смешно. Гурма Харш, это означает, что теперь это ваше время пошло. Гурма Харш, что-то говорил, это было для меня очень важно. Второй момент был еще тот, что я также, по-моему, это был Матвора Нахарова. Я что-то, да, я до Гурма Харш что-то вот этого принесла, и он что-то сказал, Матвора Нахарова, или другой был, действительно, его слуха не помню. И он ему что-то строго сказал. Я почувствовала, что для меня это отношение ко мне, я угородила по времени, наверное, больше, чем 2-3 минуты или еще что-то. И он говорит, ну это же это вас не касается, это вас не касается, это касается меня, не подскажите мне, пожалуйста, я вас очень прошу. Что Гурма Харш сказал? В конце концов, он не выдержал моего напора и не признался. Гурма Харш сказал, что могли бы об этом разобраться между собой и не заниматься в моем деле. Вот прям-то по ступенью, он терапился. Тогда я поняла, насколько Гурма Харш погружен, как ему дорого. Также она отчаяния говорила, что дайте им вот рекламу, дайте им какие-то таблетки. Это невероятно сложно, это невероятно трудно. Мы привыкли, мы заболели, нам микстуру, нам долго тишинили. Мы так привыкли заботиться о своем теле, и нам хватает времени на него. Но Гуру не хватает времени даже на то, чтобы взять то, что они его сделали. Ну, вот какие-то результаты того, как он заботился о нас, а не о себе. Ну и теперь я скажу о том, как Гурма Харша хватает времени. На что-то... Да, еще один момент. На дневном кедажа, с тех пор, как я поняла, что Гурма Харша молодее, я готовила свои вопросы с украми. Настолько коротко, чтобы Гурма Харша был достаточно дремен и быстро для ответить. И вот на дневном кедаж, что я подготовился, подопечник ему ушла, хотелось. До этого года я рассказала, и что я ему скажу. Потом я секретарем этого рассказала. А потом, когда зашла, Гурма Харша встала в это время. В какой-то момент он мне говорил, что мы пошли по второму кругу. Это все закончилось. До этого задача в последний день я не вспомню, но он не дал понять, что мы слишком долго в этом думали. На последнем из фестиваля в Одессе, я многим при этом знали, потому что мы всегда один неделю ученики, отменились и дальше. Это Гурма Харша был посвящен и сам взялся старый групп посвящен. Очень много было. Еще 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20. И у Гурма Харша в таком числе возле. Среди учеников сразу пошел урок, пасторок, переживания. Опять и Гурма Харша, здоровая прессия. И отменились и да. Некоторые из начинающих преданных. Они не поняли, что это не понятно. Так или иначе попытались не попасть туда, пока не купил, что он поможет. А на другой день он не двигается, и право, иначе закончилось. Это я знаю, как будто того преданного, для которого был бы хотел на Гурма Харша в Лебеде. Хотя когда остановили, было понятно, что в Лебеде его здоровье было совсем не такое. Звонил этот преданный другого города. И чуток в Лебеде в руку. И попытался сказать, что Гурма Харша не может. И вот, вот, да, вот. Гурма Харша спросил, кто это? А чуток в Лебеде сказал, что, ну, если так важно, это, ну, что-то так. Нет, кто это? И он узнал, кто это. И когда он узнал, он узнал, он будет, и сказал, при чате. И потом я узнал от Жене этого преданного, что он разговаривал 4 или 5 часов. После того, как Гурма Харша вообще ничего не могло, он не двигается не могло, не то, чтобы давать дальше, не разговаривать. Вот так вот у Гурма Харша есть линия, нет линии. Никогда точно не будет знать, хорошо это и неплохо. Но мы желаем, что Гурма всегда для нас за то, что Гурма Харша даже с вашей стороны отдать, что он мне делает. Спасибо вам большое. Спасибо. Делаю еще пару прогулок, и предупреждает самодельство любого дома. Я расскажу историю, которую я разрешал в Киевском крабе несколько лет назад. Это был первый приезд, или первый фестиваль, когда Гурма Харша, совсем недавно был еще один такой фестиваль. И, может быть, вы помните, что было очень много предок на этом фестивале, на депрессе. А потом, когда человек давно хорошо ехал уже из Киева, из Киевского храма, то храм почти опустел. И, может быть, остались только учеников не разу, но в Ахарша, и как-то ситуация сразу же стала такая более непривожденная, какая-то более спокойная. Может быть, даже для духовного учителя. И весь этот фестиваль не разу как-то не останавливался практически от алтарной до Гурукова, когда он шел к себе домой после лекции. Потому что он думал всего себя просто на самих лекциях. А когда это все закончилось, и каждый вечерний рожден к нашим придет весь гендер, весь гендер и второго лекция, он уже очень долго шел от зверей и рамок, даже от берега до Гурукова. И в один из двух дней, да, еще можно сказать, что вы помните, может быть, что он в то время вообще болел пакамом. Это просто было невыносимо смотреть, но это то, что сейчас было. Сам-то помню, если это было настоящим, невыносимо. И так иначе все как-то хотели как-то помочь, что-то сделать. И вот, собственно, эта история. Значит, закончилась лекция, и для этой лекции нераздо хорошо, еле вытащил логу, когда он сидел, как-то еле его за мной. И потом, начать с учениками, он проходит в подворье и задерживается, вот, смотри, говорят, следы, и тут подходит какая-то манеджа, которая через слуг, через все лекции, ну, через лога, что-то, 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 что-то. Я посмотрел рядом, я как-то, так вот, начал наблюдать, как это, то есть, начал разворачиваться. Слуги посмотрели, да, ледные посмотрели и сказали, не нужно. Ну, по крайней мере, я так понимаю, не нужно. Манеджер так, да, погибло, погибло, погибло. Но какой-то вот энтузиазм, и он еще остался. Вот, опознанил, и сказать, что нет, это не, это не похоже. Что-то, 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 что-то предложить вам вам учителю, чтобы помочь ему, с волей не отлично. Вот. Не важно, как раз, увидел, он заметил, тут же заметил, и он спросил. Это был слезачий в твоей туалете, когда-то хочешь, он пробовал. Что там? Они сказали, это тут, это, то-то, хорошо, ледный. И сейчас уже как бы охладит. Ну, то есть, похоже, действительно, может быть, не нужно было. И вот подальше решаться. Мы хотели бы сделать новое мероприятие. Младше, а там она не влетает. Она надумала, что это нужно, это поможет. Это была коробочка такая. Я думаю, что, вы знаете, я в этом много разбираюсь. Какие-то нанотехнологии, в случае с ней. Это довольно недорога, что это, наверное, 30 долларов. Коробочка такая небольшая, которая помогает. Вот, смотри, болезнь. И она сделала еще, чтобы упал. Но не Махач, действительно, никак не в проблемах не видел. И тут взгляды граждан Махача. Потому что, похоже, чел как бы упал. Он посмотрел, я упал на бумагу. И там уже стоял на запустившемся плечами. Полностью такая вот безнадежда. Вот. И Махача, похоже, сделал так, и понял, что уже у нее получили какие-то трудности. Она хотела просто ему послужить. Вот. И тогда он спросил, что это? Я стал рассказывать. Рассказывает, что это вот такая удивительная вещь, которая там все помогает, все делает. Там чудесная вещь. Что поможет? Он говорит, знаете, у меня в коленях там в трех листах порваны связки. У меня там и это, и то, и это, и это. Он не поможет нам, короче. Она, она так еще больше опустила в лечке. И потом говорит, нет, ну это же вот это, вот это. И тогда диражный парашек я посмотрел. И я сейчас скажу, да, он сначала бросил, я понял, по-английски, диражный парашек. Сказал это по-английски. Он сказал, хорошо, я попробую. Окей, ай, и уйдай. И он как-то просто, видно, как просто заберет эту коробочку и отдает ее слой. И в этот момент мы видели матыша. Она так... То есть 10 тысяч солнцев. И... Я, в тот момент, я со столяна в этом стал застоять. И посмотрел, как это все озворачивается. И я понял, что это для меня очень важно. Мне очень важно. Часто я привыкаю, что это духовный учителем. Что, может быть, оно ему и не нужно. Но, может быть, это мой, наш уровень. Вот. Имеет духовный учителем, наш духовный учителем. И очень много людей. Может быть, без первого. Может быть, сначала желаю показать нам, что-то не нужно. Может быть, может быть, что-то свободное учителем. Предложить. Но в какой-то момент я с ним очень любил. И в этом и заключается наша любовь и в рейтинге. Обязательно это будет. И таким образом мы даже исполним все это желание. Привычное. Спасибо большое. Вот это с этим мы добавим. И мы готовимся на консередацию в рейтинге. Мы готовим. Что? Что? Какая? Что? 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 Какая? Какая? И программа проходила помещение физического университета, по-моему, на втором оборудовании. И в этот раз мы в детском оборудовании ожидали очень долго. Видимо, он отдыхал после дорожки. Ну, где-то на часа два, так скажем, опаздывала конференция. И мы уже в форуме, знаете, долго у нас было, когда у нас только в комитете. И Агаманта, это старшая по возрасту, она просто расширила меня в форумахарху в первую минуту. Я вообще первый раз ехал в третьем оборудовании. И она стала дожить, пока мы не ждали мусорами. Она играла в то ощущение. Я веду всех в форумахарху в форумахарху в форумахарху. Всех. Они для меня все разные, все разные, но не рады, но не рады, но не рады, но он нашли солнышко. И потом, когда я не взял такую макарху, он тогда приходит в такой столик, в такой процессор, в той же сцене. И он кашлял много тогда, когда он висел, асма. И я запомнила Кирка, который был, знаете, я до сих пор помню, как вот это второй этаж, вот он вибрировал, казалось, что это потолок, он провалился. Но это, видимо, было, вы просто все видели. Это незабываемо. И Гурмахар сразу спаселся мою сердце. Потом, с течением времени, я, мои родители, у меня было сложение и оклинать, я бы опять попала в Кирюль, тоже. И мы здесь в Тарик, организовывали духовную школу, уроковую. И произошло день в позиции, это было где-то 95-6, ну, я не помню, точно. Мы шли из Зуновой Натуралифы, где проходило лесоположение ражного парада. Мы подняли с 5-й дороги, он первый набор от этого моста, между ними. И мы жили там, в Бабурке. Мы шли, я, моя дюсенька, она была моя дюсенька, и Баба Женя, которая уже нет, то извините. И где-то мы как до середины этого, этой горы, как дошли, и я вижу сзади три тени. Три тени. А этот сон мне снился, что вот трое мужчин, и я от два из них. Это было, Кришна мне предупреждала несколько раз, где-то на протяжении года, наверное. И вот моментально появились эти три тени, и я не успела сообразить, а что с этой стороны, ближе к дороге, из меня с плеча сделают сумку, так конкретно, что чувствовалось. Забрали сумку, и бегом. Я так просто его вернусь, и их уже свет проспел. И понятно, что у меня там были документы, деньги. И самое дорогое, фотографии, город Махараджа. В это время, ни разу Махараджа, он пригласил свою ученицу из Клориды, Параба Хорона. Она служила ему очень серьезно, месяц или полтора. Ей уже где-то дома, видимо, занимаясь, может быть, какой-то такой работой, более признанного характера. Она служила, администратора, на Мурске, и она как раз ждала божества. Я знаю, что она работает из божества. И он сделал ей только подарок, потому что она так служила, то есть она обеспала спала за это день. И он ей сделал подарок, а привозила в Киевский храм, в Забуджу. И она тоже с нами делилась своими реализациями, вот так вот, как сегодня мы. И, что я запомню, это очень интересное отношение. Она не просто угораживает к своим носителям, а собственно, если не издалека. Я даже видела, как в Киеве приезжают из Москвы или из Гурка. Они очень, очень заботятся и стараются, чтобы у них были все в хорошем славе. И вот Армакурна, она жила на Мишаране Массажер. И мы недалеко жили, мы с ней встречались, мы все каждый день и разговаривали. И она узнала эту ситуацию. Она ходила в Мухарадо каждый день, она шла каждый день. И каждый день у нее спрашивала, как в прошлый день, что тебе понравилось, что новое. И она была счастлива с Калининскими дверями, мы сказали, что у нас появились синий мороз, и, наверное, Мухарадо запитался тогда, когда вообще снега тоже. И у нас был в Даши, в Мухарадо, в Даши, как раз месяца, где-то. И мы здесь все расселись. Мухарадо я даже спросил, ну как паспорт, значит, нашел, нашел, забыл. И потом, на следующий день, тоже была лекция в этом же зале, Мухарадо рассказывал, давал лекцию по некоторой ответственности. И он всю лекцию посвятил, я так поняла, что это насколько он рассказывал, что если требовало, что это происходит серьезное, или что-то, он что-то теряет, это означает, что у него сжигаются семена духовных желаний. Я очень благодарна Богу, потому что он так одерживал все там. И в любых ситуациях, помню даже, когда я писала письма, когда еще можно было получить, и надеюсь, это был ответ. Он всегда писал, что главная вера святое имя, и вера святое имя, она решит свои проблемы. Так я старалась сделать. И однажды я написала, что мое сердце началось так, как камень. Гурма Хараш, что ты делаешь? И ответом было, когда я тебе дала это письмо, все собрали в сайт, это было тоже в другом смысле только. Гурма Хараш, он стал верить, все грешные чтения на скану. И этот балл, он просто пил на сердце. И как-то тоже, когда в жизни бывали трудности, сначала внешние, теперь внутренние, то я по поводу непосредственно, Гурма Хараш сказал, когда тебе трудно, просто отчетяем объекты. Я так и делаю вам. Спасибо. Прошу Матозу Сирану, и, как говорится, Матозу Галинна. Я живу в Индии, и, поскольку мне нечасто приходится видеть моих духовных братьев и сестер, сейчас вот спотанно возникла такая необходимость для меня приехать на две недели на Украину. И мне, конечно, очень хотелось воспользоваться возможностью, чтобы в эти дни вьяс и позже приехать сюда, в Киев, и выразить почтение своему духовному учителю, и получить общение с ваших духовных братьев и сестер, и выразить свое почтение всем. Мне попросили сказать несколько слов о Гурмахараже, и я хотела бы поделиться некоторыми моментами общения с Гурмахаражем, которые я помню из ситуации, из дней нашей служения, в обыдении. Но прежде чем я хотела бы рассказать, что наш Гурмахараж обладает удивительными качествами, и он очень глубокая личность, которую ценит каждого своего ученика. Я когда читаю в Бога Дмитрия, в Шима-Адвакатом, стихи, описывающие качества преданного Господа, которые говорят о том, что преданное очень милость, дружелюбие, сострадательное каждого. Я пытаюсь применить эти качества к нашему духовному учителю, и я понимаю, что они действительно присутствуют в нем. Несколько лет назад, когда Гурмахараж обратил лечение в Удобе. Мой муж, он был слугой еще не слугу Гурмахаража. Мне тоже посчастливилось быть там несколько дней, потому что я могу вспомнить, я могу сейчас рассказать. Была одна ситуация такая, когда в доме там жили всего несколько слов. Вот мой муж и мать же Гурмахаража, которая ученица Гурмахаража, она была замужем за учеников правопады, и они вместе жили с Гурмахаражем там в этом доме. Это был двухэтажный дом, Гурмахаража на втором этаже, и Гурмахаража с ее мужем жили на первом этаже. И было несколько дней, когда ее муж должен был уехать. и оставались там только вот мой муж и Гурусева, чтобы служить ему. И так получилось, что мой муж поехал за продуктами, и никого больше не было в доме. И Гурусева, когда она вернулась тоже с покупок или откуда-то, она поняла, что поскольку никого из слуг нету дома, она не может же идти в дом, чтобы делать свое служение. Гурмахаража у него есть определенные правила, он очень строги санясь, и он никогда не входит даже со своими смакшами, кто его ученицы, они где-то. И вот она просто повторяла джамбу, ходила где-то в доме, и это было уже поздно, вечером, я просто ждала, когда кто-то еще из слуг появится. И Гурмахараж зашел на кухню и посмотрел, что у нас стоит гора посуды. Спокойный переход всю посуду. И в тот момент, когда вернулся мой муж и зашел на кухню, он увидел такую стягу, что Гурмахараж сидит просто на коленках и уже добывает пол на кухне. Но в общем, все были в шоке, они стали извиняться, синить, гурмахараж встал, посмотрел на них, удивлял, и говорит, мне нравится это делать, пожалуйста, не забирайте мне эту возможность. Но кухня была грязная, я ее помыл. То есть, такие моменты, такие качества духовного учителя говорят мне о том, что он никогда не ставит себя в такое положение, что он Господень, а мы все его слухи, и все его очень интересные, все его слухи, он всегда проявляет такие качества, простоты, и на самом деле в этом его увеличение. Он даже часто очень с юмором относится немножко к своей личности, никогда не пытаясь как-то привознести себя. Например, когда Гурмахараж собирался куда-то дойти, обычно ну вот слухи обычно спешат принести ему обувь, чтобы он... и в один момент Гурмахараж дошел и говорит, ну где там мои мастика коллекторс? То есть, в его кроссовке он шел нажим и выйдет очень много комаров, и в углу там, где стоят кроссовки, там просто собирается куча комаров. Он говорит, где там эти собирательные комаров? не ожидаешь, что ты им очень-то спочешь, не подавать тапочки, он просто ведет себя очень просто. Еще есть несколько моментов, которые я могу вспомнить о служении Гурмахаража Гурмахаража в моей поре, что очень сильно бросаются глаза в моей поре, когда фестиваль, заседания в ресель, это общение Гурмахаража с его духовными братьями. Это является для меня очень-очень определяющим примером, и я всегда вижу, как Гурмахараж очень ценит общение со своими духовными братьями. Часто он не любит обедать за день и приглашает своих духовных братьев, и они часто беседуют о Шелептамбаде, о Санкирдане, как они вместе распространяли книги или что-то, и вот снова Гурмахараж как бы ценит также своих учеников и служений, которые ученики показывают не только ему, но и его духовных братьям, но он хочет, чтобы всегда все было организовано для них самым лучшим образом. Он мне сам лично об этом говорил. Говорит, мне не волнует, какой просад для меня, но для моих духовных братьев просад должен быть лучше всего. И вот мы готовили этот раз одна из моих духовных сестер здесь, может быть, я сейчас вспомню эту историю. Мы приготовили так много блюд, что нас даже уже не хватило времени подумать о слабостях. И когда Гурмахараши и мои духовные братья закончили кушать просад, Гурмахараш спросил Мадхурнана, пойдите просить есть сладости. И Мадхурнана прибежал и говорит, сладости, Гурмахараш спрашивает. А мы говорим, ой, ну, просто уже у нас не хватило времени на сладости. Он говорит, ну, что же, я скажу тогда, что нету. И через несколько минут потом Мадхурнана, когда вернулся, нам рассказывал, что Гурмах расширил. И он говорит, о, наверное, сейчас мама тоже думает, мы столько готовили, готовили, и он сладости приготовил. Наверное, все ужасно, наверное, нам не удалось никому удовлетворить. Он говорит, передай ей, что просад был превосходным, но если бы были еще сладости, просад был бы просто великолепным. и когда мы спрашивали, о чем Гурмахараш говорила со своими духовными братьями, я часто говорю, о жизни правопаде, о возложенных правительствах и о своем служении жизни правопаде. И я также была свидетелем того, как Гурмахараш заботится о каждом. Были такие духовные братья, которые, например, отошли от служения Кришни, и как-то где-то затеялись, и вот через много лет они встречаются в моем поле, и Гурмахараш приглашает лично этих своих духовных братьев, давай вот и ложись со мной, я хочу, чтобы ты вкушал и бросался со мной всегда. И он дает столько теплоты и заботы, и вспоминать как вместе они начинали со знаний Кришни, как служили. Это растапливое сердце каждого, и Гурмахараш очень хочет, чтобы все вместе мы вернулись к Кришне. Пожалуйста, все спонтанно, что мы восполнены. Я хотела понимание на просьбу перед Гурмахараш я оставила белый чат возле маточной далеко от сцены. Может кто-то его нашел? Я сейчас его не вижу. Если кто-то нашел белый чат пожалуй сюда заходи он пил хорошо пока Матхи попросил Матхи Каминова и готовился Матхи тоже так. Матхи Кришна принятимы поклоны со славой Гурмахараш две истории расскажу с позволения преданных не разъяснили рассказать не касаясь преданных но присутствовало преданных Одна история это был пянушник неправеден синий и преданная спросила Гурмахараш скажите пожалуйста за что вы нас так любите Гурмахараш смеялся говорите я вас люблю потому что вы мне помогаете служить Кришне она понимает что несовершенно ее служение наше служение несовершенно мы пытаемся сказать она заплакала Гурмахараш это тоже служит для Кришне еще такая история была несколько лет назад на лесах лучше мы подходили по очереди за Махараш Гурмахараш и преданная говорит очень скромная хорошая очень преданная и она говорит Гурмахараш наверное не знает даже моего имени потому что у нас столько бога ну как он не может знать какой может он никогда не звать и мы подходили к Гурмахараш отдавал Махараш и назвали никого и вот тут поворачивается и следующий кусочек Махабраса поворачивается называет мягкой преданной и отдают ей Махабраса то есть насколько Гурмахараш лично зна то есть насколько у них всех нас знают люди еще одна история когда преданной ехали в Кейсю там встречу Гурмахараш я не могла поехать и очень хотелось что-то хорошее видео для Гурмахараш я посоветовала с преданными испечь маковые рули ну одни преданные говорили что он дрожжевое тесто не будет кушать другие преданные говорили ну даже если Гурмахараш не будет он отдаст своим слугам они слушают с радостью и ну это так и сделалось стекла летала преданным и когда они привезли код то отдали Гурмахараш Гурмахараш мы говорили он с большой радостью с аппетитом скушал кусочки а так преданным то есть ну это показывает качество нашего Гурмахараш что он очень очень сострадатель несмотря на то что как бы служение было несовершенно конечно Гурмахараш мило что это на самом деле большая очень большой дар самый большой дар от Господа который он может дать это дар общества чистого преданного и общества овощного Гурмахараш у нашего бесконечное бесконечно много качеств возвышенных которые нужно бесконечно прославлять спасибо педали извините совершенно шрики спасибо 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 прибыль прибыль самодезу кришна раньше я хочу в первую очередь поблагодарить Розавалу потому что она подошла попросила что-то сказать я сначала хотела рассказать в первую минуту а потом в течение следующих 2 часов у меня было очень интересное состояние потому что я стала вспоминать все истории которые у меня появились на твоем грунхаража я буквально как драгоценные камни гиралы плакала думала что с чем делиться тем были потому что сказать все 5 минут ты шагнешь а потом только 5 минут и я начала остановиться на том о чем почти все летом говорили насколько грунхараж любит учеников мы с Шаней сегодня на эту тему говорили об утром насколько грунхараж он жертвовал своим знакомым родственникам он жертвовал своим влиянием только для того чтобы починить эту удовлетворен тут история произошла лично со мной это было давно еще в прошлом веке я когда занималась служением под руководством дитачи Таня махараж это я возводила при мы ездили по региону я непосредственно по центральной регионе с пробкой с лекцией с лекцией я гипрея правда попросила меня принять Наташу махараж предоставить ему список городов с датами по какие дни когда там махараж приемли с рекцией вместе с я гипрею на рот я прихожу к махаражу отдаю этот список и говорю вот пожалуйста махараж поезжайте он смотрит список и говорит хорошо только я не могу приехать в этот день воскресенцы а воскресенцы это был мой город ну собственно где я проводила программу я понимаю что ну во-первых я гипрею у меня был махараж но я ничего решала и сказал что надо ехать значит надо ехать я еще представила мне же нужно верить вверх а ну как объяснить что вы корни на разуме поели на сердце вот на самом деле украшения тут нет потому что я свое сердце с твоими боялась твоими вот и гуру хорошо говорит ну хорошо позвони я гипрею по работе потому что тебя непоятно и он хорошо смотрит я начинаю плакать то есть я сдерживаю себя на грани звезд я говорю он хорошо знаете я обещала верно чтобы приедеть из Кресенского он смотрит у меня он смотрел долгим взглядом мне в глаза и сказал хорошо а он не имел встречи назначенные на это день ему нужно было ехать за гицей не помню куда-то за гицей он имел все встречи из-за того что я пообещала приеду что хорошо приеду из Кресенского туда поехал и когда он продел программу я сидела я видела это его первый приезд вообще духовного учителя в этот город подмосковный большой город там было может быть всего человек 10-15 на программе я сидела и я поняла что из-за моего желания он хорошо приехал в этот город спасибо и я и храм и И Кришна, дорогие пленаны, вся слава Богу Махараджи. Ну вот это не Матаджи, это то, что говорилось, что когда ее попросила, прожила Лавана, она уже ко мне вот подходила, у нее были такие замечательные минуты, когда она раздумывала о том, что происходило у нее с Махараджи, о чем можно поделиться. Ко мне же, когда она с Лаваной подошла, она меня и попросила, и мне сразу сказали, что тоже о чем говорили. Матаджи Дмитрия, она находилась рядом, и она сразу повернулась, как мне сказала, ну-ка, сейчас я расскажу об этом Даршине, о том, что я вчера рассказывал. Он очень ясно, характеризуется, что у Махараджи было замечательное качество. Я подумала, что в этом я просил, что я расскажу об этом Даршине. Ну вот до этого рассказа, хотела бы просто еще произвелиться своей такой реализацией. Я вчера, когда слушала отношения, то вот сказали такую фразу, что просто удивительно, как мой Махараджи хватает на тысячу учеников. А я тогда еще подумала, ну да, на тысячу, но много больше. На тысячу учеников, включено и все, потому что сама я участвовала свидетелем, правда, Буру Махараджи, он обязательно интересуется и заботится о мыслях, где-то, что-то не это, что-то не скажем. В прошлом году у меня заходили, передо мной была Матаджи, и она попадала в Махараджи, поздравила его, получила фонд, и Буру Махараджи сказал, вот еще, пожалуйста, кусочек, отдайте для себя мужу. И я взяла от Матаджи, взяла, что ее муж уже не его ученик, но просто он был служил, у них были близкие отношения, и вот он помнит, несмотря на то, что больше не тысячи человек, он помнит всех его мужей. И в этом году тоже я была свидетелем. Снова за мной стояла Матаджи, и, нет, передо мной стояла Матаджи, я наблюдала эту картину. Она включила тортик и пошла. А Буру Махараджи ее позвал и говорит, а как Гава-шакти? И она вернулась и стала говорить ему, что вот Буру Махараджи, все хорошо, мы сейчас в Буру Махараджи. И ему было очень интересно, об этом, кстати, он реально этим интересовался. Вот. Ну, значит, вернемся к Дашину. Это происходило в Минске совсем недавно, в конце ноября, был Махараджи приехать к нам, и это он мне давал Дашину, я просто была свидетеля. И Дашину был у моего мужа, и я как раз присутствовала. И муж говорил, Махараджи, я бы выбрал вас с этой Буру, и вот хочу попросить вас в Канадамо-Мантру. И Махараджи стал таким серьезным, и говорил, Саша, а ты готов? А он так, ну, вам виднее Махараджи, но он забил виду, что он сам, он нас видит насквозь, и если мы еще можем находиться в каких-то людях по отношению к себе, то он точно видит, который мы не готовы. А Махараджи, он так изменился, как-то вот в лице, и даже, надо подобрать такое слово, такое какое-то одувотворение у него на лице было, как будто, знаете, вот когда с вами кто-то говорит, вам сердце открывает, и он сразу так ему сказал, я, Саша, готов, а ты готов? И мой муж так вот проделает, что-то у него из сердца в сердце, и он говорит, ну, да, по вашей милости, Махараджи, по-моему, как-то. Махараджи так влюбился. И я тогда сидела и подумала, вот, Махараджи, он каждое мгновение готов нам помогать, заботиться о нас, каждое мгновение готов нам давать, и вот очень важно, чтобы мы были готовы ее добрать. И когда он видит, что мы готовы, он очень счастлив. Спасибо большое. Просу, пожалуйста, в этом периоде подготовиться Махараджи, а в этом году. Спасибо. Здравствуйте, дорогие бренды. Я как путевая подготовилась, еще боюсь, что запыли. Попросили сказать о Махараджи, именно какой он. И я стала думать о том, какие качества я хотела бы именно, как сказать, обратить внимание, на какие качества Гурму Махараджи. Конечно, большинство уже сказали о том, насколько Гурму Махараджи внимательный, и я хотела бы тоже сказать о его таком качестве, как человечность. Эта история произошла где-то лет восемь назад, когда у меня был очень трудный период моей жизни, и я попала на Дашу Гурму Махараджу. Это совершенно случайно, потому что одиннажды был мой брат, сказал, что Гурму Махараджи хочет меня видеть. Я приехала спрашивать, типа, Гурму Махараджи, а же хотели меня видеть? Он говорит, да, я ничего не знаю. Вот, на первое мнение, он причем первое не принял, несмотря на то, что у него там недочитание, уже в очереди стояло. Вот, и он сидел и говорил, что Гурму Махараджи, то есть я написала письмо, он знал мои ситуации. Он говорит, что Гурму Махараджи, я не знаю, чем тебе помочь, потому что он сидел просто и плакал. Вот, и я тоже сидела напротив него, и сказал, что он, конечно, уже все сделает, что нужно. То есть я получила определенную реализацию, как-то вот, благодаря ситуации, которая, в самом деле, разошла. И это было очень много. Вот, и он просто сидел плакал, а потом я говорю, ну там, мечта-читание, который ждет, наверное, я приду уже, то, что мы сидели, просто плакали минут пять, не разговаривали. Вот, и когда я стала уходить, он остался сидеть сначала в кресле, а потом выбежал свет, когда я ее в жопу надевала, заметался, на кухню, потом в мочаре побежал, сказал, что, пожалуйста, дайте какой-то бросат. Они стали выносить, прям пачками, знаете, где он идет, пластмассовые, запрозраченные, прям пачками стали выносить, выносить, давайте, мне уже рук не хватает, я стою просто обалдевшая. Он побежал еще куда-то, потом говорит, подожди, пожалуйста, не уходи, я побежал в комнату, в красе свои носочки, и просто вот взял на руку и вложил эти носки мне просто в ладонь. Я была настолько потрясена, потому что просто в этом проявилась эмоотическая любовь, то есть у меня очень хорошие родители, мои мама и папа, они очень хорошо заботятся обо мне, но то, что делает Гурумка за меня, оно больше, и я ему тоже говорила о том, что я просто чувствую, что мой родной отец, это вот небольшая история его человечности, что для него любая наша боль, любое наше переживание, и, ну, какие-то вот такие страдания, даже обычные человеческие, они настолько для него, так сказать, ну, тоже ему шрамы сердца оставляют, то есть он очень сильно переживает за нас, он действительно переживает за нас, как сам, для того человека. Вот, это моя реализация. И еще я хотела сказать о том, что Мухараш, он действительно соединяет нас с Кришной. То есть это не просто, как сказать, ну, должность такая, духовный учитель, это его личное служение, Шилипраупаде, которого он очень сильно любит, и эти преды, которые любят Гуру Мухараши и делают для него какое-то служение, они отчасти могут понять, как бы тем, вот этой любви, которая ступает наш духовный ученик, Шилипраупаде. И вот как раз я хотела сказать о том, что духовный учитель, он действительно, как сказать, прозрачная спина между нами всеми, и Парапорой, что мы, когда служим ему, когда мы хотя бы немножечко поворачиваемся в его сторону, хотя бы что мы пытаемся какие-то маленькие попытки служения делать, он не спрашивает, просто берет то, что мы ему предлагаем, и предлагает нас Кришне. И в подтверждение вот этого я хотела бы выходить на историю, которая произошла с Дэнной, которую я хорошо знаю, она попала в Наташину, духовному учителю. Просто хотела бы произнести слова благодарности, стала говорить о том, что как много он к ней делает, что она сейчас в сознании Кришна, и она понимает, что это помидорство с духовным учителем происходит. Он все выслушал очень внимательно с такой отеческой любовью, то есть его, как сказать, на лицо было очень мягким при этом, и он с большой любовью все это слушал, и потом говорит, обращаясь к ней, что ты очень хорошая, Кришне, я давно уже взял в твое сердце и предложил его Кришне. Вот. И, ну, то есть, я просто про то, что духовный учител, он не спрашивает, он просто нас берет, предводает Господу, и таким образом, мы просто находимся до сих пор, жить здесь в обществе Кришне, благодаря ему. Вот, потому что эта Грибина, она, мы поделились тем, что она совсем, ну, очень плохо служит Кришне, и что ее садхама такая, так сказать, ну, плохая, что она, в общем-то, ничего особенного не делает, ну, в общем, короче, вот так, следующий момент, это последняя, быстренько. насчет того, что Куром Хараш помнит и любит каждого. Сейчас, как раз, конечно, раз я рассказала, о том, что Куром Хараш помнит нас всех, помнит наши семьи, детей, там, мужей, родственников, всех, кого мы представляли сейчас. И у нас есть одна прекрасная сестра, надеюсь, она не обидится, что я расскажу ее истории, ее зовут Шемешулин. Вот, может быть, кто-то ее знает, это одна из наших большинствий, родная с первым учеником, Куром Хараш. Она несколько лет замужем, они очень редко живут, ну, то есть, она имеет возможность к Курому Харашу очень-очень редко, потому что из-за финансовых таких проблем, что она не может приезжать и встречать духовного учителя. И она была в Москве этим летом, мне так оказалось, что мы были вместе, она встречала духовного учителя, и когда мы предлагали, ну, потоку предлагали кушку Курому Харашу, он ее даже не знал сначала, потому что она очень изменилась внешне на это время, вот, но потом, он как бы понял, что это она в том числе и шаге, потому что все духовное, чтобы она каким-то образом ее разыскала и привела и привела к нему на Дашу. И как раз так получилось, что в этот момент мы сидели с Дашамишой, разговаривали о том, то есть она говорила, она делила себе болью, она говорит, я вообще не служу кришней, то есть у меня очень плохая садка, я ничего не делаю, только кормлю своего мужа и сына, то есть вообще ничего никак не служу кришней, вот, и, наверное, мы его хорошо с ним даже не виделись, и, наверное, просто уже забыла обо мне. Я действительно у рта доказывала, что ты вообще как-то можешь такое думать, это вообще просто плевое срабление другого учителя, потому что в его сердце хватает места на всех нас. В этот момент подходит Ишари и говорит, Шема, Гурма, хорошо учтите тебя. Я же колобила, я же колобила. Вот, то есть это было большое счастье. Вот, я сразу вспомнила, как Кришна, что он нам слововредник, в общем, выполняет, то есть сразу все-таки не сгул, вот, факт, что она попала на Даршу, первое, что Гурма Хараши ей сказал, когда она пришла, ну, Зачемеша, я так счастлив видеть тебя, я ждала до встречи 8 лет. Вот, она, естественно, обалдела, потому что она думала, что только она знает, что она 8 лет увидела, Гурма Хараши, оказалось, что он тоже это помнит. И потом он стал спрашивать у нее о иньюс, жизни, о родственниках, там большая семья, племных, 15 человек, она нам рассказывала, да, ну, это вот так это вот, секунду, это вот так это вот, племянник, это все такое. И мне говорили, что мне, что я тебе попала. Она, так и так, я попала. И потом она стала плакать, и говорили, что Гурма Хараши, мне так стыдно, я ничего не делаю для вас, я вообще не совершаю никакого служения. Я настолько, вот, как бы, ничтожная, мне так удивительно, что вы появляетесь заботой, любовь ко мне, что как бы Даша никаких не дает, замысел моим назвал. Я вообще никак не служу вам совсем, то есть я как я не смогу подправиться, просто ничего не делаю для этого. Она мне сказала, Шемеша, ты сам тоже, естественно, расплакался, говорит, Шемеша, как ты собираешься служить мне? Ты приехала, я вижу тебя, я так счастлив, мне больше ничего от тебя не нужно. Вот. Игорь Михайлович, что. Я попросила, вспомнилась одна история, она, я попытаюсь коротко рассказать, но она протяжилась через несколько лет. Так получилось, что в 90-е годы мы очень близко общались с Гурмаханаджан и очень приезжались к этому. Где-то в 97-м, в 98-м. Мы очень захотели поехать в Майяпор. Когда пришли на Данчан Гурмаханаджу попросить благословения, он сказал, что я дам вам благословение только с тем условием, если вы останетесь моими учениками. Мы поехали. И так получилось, что он где-то три года не приезжал в Майяпор. И когда приехал, то он, помню, мы сидели в нашей квартире, там мой супруг был еще 4-я, был Сависачев, там был и Кришнадас. И мы рассуждали о том, ну, как сейчас можно увидеть Курмахараджи, там было заседание в Джан-Дзи. Мы, конечно, служили и готовили на кухне, но тут появилось очень сильное желание попросить его в гости. И мы обсуждаем о том, что это нереально. Сависачев пропускал, это вообще нереально, мы не ни минуту времени. И тогда, что-то было у меня такое, я говорю, ну, хорошо, если мы сейчас не трех к нам в гости, то когда он будет уезжать на машине, я брошусь под машиной. И может быть, Сависачев видал, если он передал. Курмахарадж сказал, что он к нам приходит в гости, это был день ухода по 10-го с Руслати. Ну, точно это в этот же день был день ухода в органеты Махараджа. И Махарадж пришел с Махапрасадом, который мы дали куджаре, и еще принес книги. Мы когда спросили Гурмахарадж откуда у вас русские книги, он сказал, что я же знал, что я еду в Майпур, чтобы здесь я вам привез подарки. Тогда я подумала, ну, там никакого подарка не подготовили, но мы подготовили замечательный пир, и Гурмахарадж просто спрашивал, как это блюдо вы приготовили, как это, там были особые сладости, без сахара, калыча шиндара готовила, и там было много тонкостей, сейчас не буду рассказывать, еще много было интересных моментов, но когда Гурмахарадж ушел, он встал в дверях, посмотрел, мы поблагодарили, что он пришел в гости, он встал в дверях, посмотрел, говорили, ну, мне же не хотел, чтобы труп у меня на дороге. Но когда мы приехали в Москву через какое-то время, то наматаншими днями из Москвы, как-то очень сердце сказала, я так хочу что-то приготовить для Гурмахараджа, но я не могу попасть на кухню, там такая хранястая, я говорю, ну, а ты в гости пригласи, мы говорим, как, можно, я говорю, вот, мы пригласили, он приехал, было, все здорово, и они с мужем пригласили в гости, но наджиями очень сильно переживала и попросила меня помочь приготовить. и когда я пришла их помогать, там тоже было много трансцендентных моментов, но конкретно к этой истории эти моменты тоже не относятся. Я все время, этот мой супруг работал в это время, все время по телефону спрашивала его, как бы приготовить то особое китрии. Я приготовила его, слушая инструкцию по телефону, и когда Гурмахарадж приехал, он там начал кушать, и мы сидели рядом, он позвал нас в комнату, и мы спросили Гурмахараджу, вам вам вообще понравилось, что мы приготовили? Он говорит, ну там на самом деле, честно говоря, это лучше, чем у меня сейчас кормят. Я думаю, ну, может быть, вот из-за этого особого китрия. Ну да, он говорит, из-за этого было, спросил из-за этого, и мы спросили, можем ли вам еще как-то приготовить? Он говорит, я думаю, что, наверное, это невеально, потому что мы так переживали, стали думать об этом, но потом так получилось, что Гурмахарадж попал на квартиру к Адигариде Махакбаре, и Махакбаре попросила меня помочь ей. Я приходила два дня, и мы кормили Гурмахараджа таким самым китрием. И потом Гурмахарадж спросил Адигариде, кто готовит это китрием? Скажут, вот здесь Матаджандухаба, там были две квартиры рядом, мы были ниже этажом, Махарадж и он попросил, чтобы я пришла. Он посмотрел на меня на выраженный очень он спросил меня, а где ты научилась готовить китрием? Говорю, вот у моего санфрока кто-то из старших беданных обучал этому в Майяпуре. Он говорит, да, я говорю, да, а ты можешь китрием готовить всегда? Говорю, Махарадж, я не могу, вы сейчас уезжаете в Прибалтику, у меня нету загранпаспорта, он закончился, и я была в такой разделенность, там, когда меня посмотрел, хорошо, ты Махарадж там не отправь рецепт, отправь все мои поварные рецепты, вообще ты будешь отчаянием по приготовлению китри, я говорю, Махарадж, вообще нереально. Он говорит, ну хорошо, тогда проси каких-то благословлений. Я говорю, нет, никаких просек, я вообще ничего не помню, он говорит, что, сейчас списка нет, нету. Ну вот, так мы договорились, что я вам на тот же втором я правый рецепт, там всем расскажу, он сказал, Махабхава учили, я потом еще Махабхава учила, все эти жуткости, прихожу к своему супругу, говорю, как мой супруг, а птица научилась, у которой так гидрый, он говорит, слушай, ну Махарадж сам учил, че, об этой сигаретикам надо же неосмотреть, там, сколь, как ой, все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне сказали, ну вот, 30 должен быть просад, но в списке еще 6-7 человек, а так быть, как вы скажете, так и стиха. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хари Кришна, дорогая Семья, приветствую. Просто после всего, что было раньше сказано, получается, что в Юге, в принципе, нечего, даже и говорили. Вот. Потому что, как бы, особых историй таких не было, чтобы явно. Вот. Ну, я хочу вам сказать, что на самом деле не зря сказано, что мы здесь нужны только духовному учительу и лично. Потому что все родственники, это действительно как мыльные пузыри. Вот. И они, как бы, сказали, только на порыве, и так же самой материальной инклюзией. Вот. а историю, которую я хотел рассказать, я тоже сокращу это все, потому что ну, в общем, я хотел сказать о том, что какая большая разница между нами и духовным учителем и вообще реализованными личностями. Как бы, этот вопрос, ну, мы читаем, рецепт там, слушаем, вот, и понимаем, что на возвышенные личности, вот. Ну, и как бы, если мы постараемся, то тоже будем не совсем низкими. Вот. И вот такая была эта история один раз на фестивале в Одессе. У меня вообще не получается с мхараджем, что он все время так появляется, что я его не замечаю, а потом как-то так и не поворачиваюсь, и поднимаю голову, и, оказывается, он стоит на меня и так бесконечное количество раз происходило. И это слушай тоже так произошел в Одессе. Там возле моря очень такой крутой, крутой, высокий, верен, буквально, это даже, наверное, больше пятиэтажного дома. И там крутая такая ездница металлическая была, если кто-то был в Одессе, то надо знали. и я после служения на кухне, там было немножко времени, пошел в мой нужда совершить омоление. Ну, совершил, и, думаю, пудля бы немножко отдыхали. Когда слышишь, какое-то движение, я встал и выхожу из этой лестницы и как раз махарадж подходит. Ну, поздоровались, все. И потом получилось так, что с учениками стал умеленно по этой лестнице подниматься, потому что она очень крупная и очень-очень высокая, буквально, даже не представляю, очень высока. Ну, а я стал заходить в море, чтобы мне было просто видно, как эта вся группа поднимается и все с ровной ночи нет. И это продолжалось более 5 минут, потому что она действительно очень высоко. И по мере того, как они поднимались, я погружался сюда, дальше, в море. И наблюдая за этой картиной стал рассуждать, что духовный еще поднимается вверх, а я наоборот погружаюсь в море. и получается, что мы вот так плаваем в этом море материального существования, а Махаража в это время поднимается по лестнице. И смотрю, думаю, да, я даже не надвигу на песке, а я даже вообще еще в море, это причина макияжа. Вот. И что-то еще, конечно, подумал. и так это внимательно смотрел на Махаража. И он поднялся, я даже не думал, что он будет смотреть или что, он так поднялся наверх и смотрит, где я. Ну, увидел и начал махать рукой. И я так вот смотрю на него, и думаю, видно, как бы мысли передаваться еще, что я бы там думал, что он так высоко, высоко, так, действительно. И я думал, машет не рукой, а я, наоборот, наступил еще отверено, и в этих волнах так качались и смотрю в него большое руку. Конечно. Попрошу, у тебя макияжа не равна, а то, что у тебя макияжа не макияжа не макияжа. А макияжа не я макияжу, мы собираемся для того, чтобы отчитаться и услышать отчеты от воля завершено. И для меня это небосе нанчего макияжа является особым праздником, потому, что я вижу, как как мы радуем нашего духовного ученика, а во-вторых, как мы, в частности, вдохновляемся тем, что я вижу, как мы духовно зрели, как мы растем. Поскольку наш шестухрад – преследитель духовной личности Бога Чистейшего, то приблизиться к нему, понятие за духовного ученика, может ученик, который тоже прошел в определенный этап ученика. И когда я слушаю, как в отношении духовного учителя, я понимаю, слабая вера в процессе знания Кришны, с каждым разом он уже не начинается. И я, за эти моды общения с Богом Родзимом и в обществе сознания Кришны, в обществе Вашнавов, поняла, что наши взаимоотношения с духовным учителем, наши взаимоотношения с духовным учителем, начались через его сухие Вадим Вечер. И я помню, во-верх, в моей жизни был случай, как мой первый подарок, который мне преподнесли с подписью, но, вернее, я не преподнесли, но я подошлась к нам по писателям, и он написал «Харакавами с желанием стать сознающим Кришном». И эти его наставления, с самого начала, я рекомендую, потому что я любопытна, и мне всегда интересно узнать, что же такое сознание Кришны, на которое, например, Богослава Святого Богу научились официально в начале моего вручения себя ему. И моя жизнь насыщена историями, связанными с нашим городом, которые реально помогают мне понять всю его кожу с водой. Ну, конечно же, гордость. В то время я жила в храме. И я считала, что жили в храме, меня уже обрела статус отчасти к этому служению. Это, конечно, болезнь многих, живущих в храме. Я не смущаюсь об этом сказать, потому что я была больна вот этой болезнью. И однажды Курмахаранчик приехал в Сочи и давал там курс, ну, семинар по святому имму, не помню. Ну, что-то помню, вот у нас шесть работников из Роспространятора собрали дорогу на встречу Курмахаранчику. Мы были очень довольны. И пришли на вокзал двое прокур и четверо маркуса, где у нас были денежки на приезд одного человека в одну сторону. И больше никакого не было ни одного дня. Но я была очень воинственно настроена, потому что мне очень хотелось встретиться за Курмахаранчику. И я была уверена, что мой проводник нас заберет, просто нам надо сказать о том, что мы едем на встречу духовного учителя. Мы живем в храме, у нас нет денег. Возьмите нас, пожалуйста. Я так поступила и подошла к главному составу начальнику и сказала, мы живем в храме, денег нет, а нам нужно нас встретиться с нашим духовным учителем, который проводит свои наставления. При этом опять на наставление. Возьмите нас, пожалуйста. И к нашему удивлению, особенно удивлению вам, он нам задал два купе. То есть четверо марта живой нормы купе и двое прокур и купе. Таким образом, нас милостью сердуши, который вдохновил этого начальника состава, мы поздравились в Сочи. Ну, эйфория, гордость за себя. И вот в гараж должен сегодня уехать, у него последние лекции. И я решила задать вопрос по теме. Потому что ради твоего влияния нужны внутренние энергии на процессе этого наслаждения. Мне так хотелось, чтобы город понял, увидел, услышал собственными ушами, как я в ходу подвинулась. Какая-нибудь древняя. И поскольку этот вопрос выношен в обме, я строгала свой вопрос. Я почти не могла внимательно услышать губу Махараджи. Но когда мой вопрос созрел, я подняла руку. И потом уже пришло время вопросов. И я его спросила. Дорогой твой Махарадж? Если человек живет в храме. Если он сведет в Итусе и садхами. Если он занят, вот, на окротном виде он передаем на службу. И я стала перечитать, в общем, я стала прославлять себя. Надеюсь, я услышал, что он озарит меня с вами. И по мере того, как я себя прославляла, я почувствовала гнетущую, но наступающую тишину. Вся алтарная страна была. А я все, все больше, более и более входила в свею радостью, в предвкушение. Когда я закончила свой вопрос, я во все глаза встала свобеденному Махараджу. И Гуру Махарадж тоже на мгновение затоявил здание, и воздух звенел. Было впечатление, что все перестали мешать. И я поняла, что я попала в просад. Но я все так же дерзко продолжала надеяться. И Гуру Махарадж, конечно, как всегда, проявляли меня на своем месте. Он мне сказал, те, кто находятся под влиянием духовной людей, никогда не задают подобных вопросов. И внутренне я уже была готова к этому ответу. Но мне же надо было за наставление духовной ученики поклониться. Наверное, многие из вас поймут, в каком я пребывал состоянии. Я поклонилась, но встать неспокойно помогала. У меня жигало жгучее, жигало жгучий стыд. Но я не понимала, что это было в отношении меня, его особой мысли. Он верил, что я смогу преодолеть, пережить в себе и измениться. То есть я всегда с большой благодарностью. И таких градусов у меня было не один. И в то время это было очень болезненно. А сейчас я понимаю, насколько он любил меня, насколько он верил меня. И эту благодарность к нему я никогда в этой жизни не то что утрачу. Это чуть-чуть благодарность к нему является длинным источником вдохновения и веры в процесс сознания грешности. У меня, конечно, есть много историй, но, дорогие предыдущие, мне хочется, поскольку такой случай представился, пожелать вам. Мы завидуем. Мы очень завидуем. Мы очень завидуем. Некоторые даже могут понять еще, что мы завидуем даже в голову. И мне хочется поставить вам совет, который я реализовал в своей жизни. Когда мы встречаем человека, в речи которого мы завидуем, попытайтесь за него парниваться. Реобразуйте свою зависть в радость за этого человека. И когда мы слушаем, однажды в первый раз пишем, «Ну, здесь через зависть на радость за мной», мы поймем, что такое чистое сердце нашего Магаджа, что такое чистое сердце. «То есть эти встречи помогают, как мы в силу медведи, и как этому радуются наши духовные учреждения. И я хочу, чтобы вы все умеете радоваться за успех, который является совершением наших духовных учреждений. И таким образом менять своих специалистов. Большое спасибо. Спасибо. Олег Крисом. Олег Крисом. Олег Крисом прямо. Олег Крисом прямо. У нас как первая, это о серьезных вещах. Однажды одна материна пришла на дачу, в Муромахараджу, в Акулахарску. И там были вопросы по нарушению 24-го регулирующего принципа. И еще также другой пример был, когда ученики, не расписавшись, живут в секретной земле. И когда Крисом вымогает, что стал список, у него на глаза припомнили слезы, и он сказал, «Брахман должен быть чист». И это было, где рассказано, ну, прям по словам. И второй момент, что когда она спросила, а что теперь делать, как вот грубать, ну, прости, не прости, не прости. Что, значит, тоже немножко этого всего касается. В начале 90-х годов, ну, кто может помнить, что у некоторых материн, как бы, стала у Муромахараджу, отношение не как к Муромахараджу, а совсем другого. Вот, это очень неправильное отношение. И у Муромахараджу, как же, у некоторых учениц, как говорится, отвергнуты в сторону. Вот, и, значит, тоже одна материна тоже спрашивает, начала говорить об этой беданой, что вот она часто стала менять свое сознание. И когда грубать сказал, вот, тоже это были эмоции, и это было немножко так, знаете, с болью, с эмоциями, и он говорит тогда, «Если я не буду чист, как я смогу быть прозрачной средой, чтобы передать вам процедентное знание? Я должен быть чист, чтобы вы что-то получали». Вот, это серьезный, но что уже, такой вот, мистический случай. А Генпеданы, это был 93-й год, это у нас в Литве было, он, значит, еще шестнадцать кругов мечтал, и все годы приезжают в Муромахарадж, это, и он из другого города приезжает в Вильнюс, его никто не знал, и он сидел на вокзале сегодня, ждал, когда, вот, ну, не овец, когда правой крови, не знал, в чем он была, или что есть, и его горячо сделал, он читал шестнадцать кругов, так там, круг два, три, четыре, здесь есть время холода, во-первых, на вокзале, это было такое, достаточно пропускладное время года, и четкий, есть что делать, и вот он прочитал четырнадцать кругов, потом пришел в храм, Гуру Махараджи, Гуру Махараджи, походя на него, он говорит, ты сегодня четырнадцать кругов прочитал, вот, и последний, это было в Минске, значит, Гуру Махараджи после декции уезжали, и своей отведанной была машиной, и она отведанной плачет. Гуру Махараджи, ну ты чего плачешь? Она говорит, от счастья. Он говорит, да, так ты, значит, счастлива, то, что я уезжаю? Да. Все, так написано. Дорогие прибыльные, имейте, пожалуйста, мои декабряные прогоны. Пожалуйста, пожалуйста, Гуру Махараджи, у меня есть какая-нибудь у вас о том, что не только бухголовные учители любят своих учеников, о том, как ученики любят своего бухголовного учителя. В нашей среде появился так называемый марафон к марафону. Третий год по инициативе европейских предов, учеников бухголовного проводится марафон в честь в день любления бухголовного и я просто не могла не поделиться информацией с вами. В 2008 году участвовал Киев, в 2009 отец в Днепропетровск Киев, а в 2010 в Риндаме Индия, Россия, Латвия, Молдова, Эстония, Украина. Каждая страна представила много городов. То есть, смысл в том, что прибыли на их день рождения демографию распространялись в повышенном демографии на коммунии и потом, что информация сотряется в отношении непосредственного дополнения. Но я думаю, что, конечно, в Москве это сам Махарасин распространяет. И думаю, что со слова в этом парафоне предназначительные. Ну и вот хочу, поскольку вы едете и не дождетесь фестиваля Сангирка, я хотела вам сказать, что в этом парафоне прошло очень много времени. Это распространили за 1-2 дня. Это было 28-29 декабря в книге Махараса. 443 Махаби, 276 битв, 47 битв, 505 маленьких. Это всё по высокому Махарасу. Да. Сангирка olvеры мах have из с обнаружения могут пропускать ctive disappointing да es но как здесь Продолжение следует... 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 Спасибо.